Владыка, вот эта последняя новость о знаменитом ученом, который в позднем возрасте, уже прикованный к креслу, стал отрицать Творца, она удивительна, потому что обычно, все-таки, приближаясь к смертному одру, человек больше думает именно о духовном, о Боге. Вам не кажется так? Каждый человек развивается по-разному. Тот же ученый еще не так давно, в одной из своих очень популярных книг, человек допускал возможность существования Бога, и даже каждая из глав этой книги заканчивалась вопросом о том, есть ли Бог, и как бы автор давал понять, что этот вопрос для него открыт. На данном этапе он пришел для себя к выводу о том, что нет Бога Творца. Если он, даст Бог, проживет еще какое-то время, может быть, Господь откроет ему глаза, и он на основе тех же знаний, которыми он сегодня обладает, придет к уверенности в том, что Бог существует. Дело в том, что вот эти научные данные, которые он приводит в своих книгах, они не могут ни доказать, ни опровергнуть бытие Бога. Мы только знаем очень хорошо одну простую истину, истину, которая основана на физических законах, а именно, что из ничего не возникает ничего. Вот если не было вообще ничего и никого, то просто так что-то само возникнуть в силу физических законов не могло, потому что этих физических законов не было. Значит, некий стартовый пункт все-таки должен был существовать. И никогда еще не происходило такого в мире, чтобы вдруг из ничего возникало что-то. Значит, этот вопрос о происхождении мира, он с точки зрения логики, с точки зрения физики, он вообще не может быть поставлен так, чтобы на него был дан определенный ответ. В конечном итоге это вопрос веры. Верующий человек, наблюдая за тем, как устроен мир, приходит к мысли о том, что мир этот не мог появиться, иначе как по воле Творца, который его создал. К этой мысли приходили и многие ученые, и Ньютон, и на которого так часто ссылается Хокинг, и многие другие ученые прошлого и настоящего. Всегда будут верующие ученые, так же, как, наверное, всегда будут оставаться неверующие ученые. Дай Бог здоровья Стивену Хокингу, дай Бог, чтобы он прожил столько, чтобы уверовать в Бога. Дорогие братья и сестры, в нашей передаче мы говорили об азартных играх, и я хотел бы в заключение напомнить вам слова апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Я желаю вам всего доброго, да хранит вас всех Господь!